Иногда разговариваешь с людьми и неизвестно, что на них находят. Как в тумане прямо некоторые находятся. И разговор примерно такой же, как с этой замечательной стенкой с моей спиной. Один в один. Мой знакомый женился. Мы сейчас не будем разбирать, правильно сделал, что он пошел в ЗАГС. Неправильно. Мы сейчас не об этом будем говорить. Мы сейчас будем говорить о том, как ломаются судьбы людей. Мы не будем разбирать, надо было, не надо было, дети, не дети, до женитьбы, после женитьбы, до ЗАГСа, после ЗАГСа. Мы сейчас не разбираем. Это не относится к данной теме. Тема немножечко другая о том, как ломаются судьбы. И он взял ипотеку. За 4 миллиона квартиру купил и 1 миллион ремонт. Там тоже деньги все в долге. Итого получается 5 миллионов рублей. Как вы знаете, ремонт самый дешевый однокомнатной квартиры, 1 миллион рублей, если ты нанимаешь. Это самый дешевый, самый бюджетный ремонт. 1 миллион рублей, если ты нанимаешь и ничего сам не хочешь делать, бездельничать хочешь. По найму, к сожалению, дешевле не выйти, потому что я сам строю дом и озвучиваю всегда после каждого этапа всю смету. Мы доделываем фронтоны, я говорю смету. Мы заливаем полы, я говорю смету. Сейчас у нас этап штукатуры малярных работ, поэтому пока сметы нету, но следите за выпуском. Везде смета за работу и за материал. У меня сразу две сметы, чтобы человек посмотрел, понял. Только не так, как у диванных экспертов, которые сморезы там не досчитали, которые не считают, что у тебя 10-15% запас материала должен быть. Ты же не покупаешь ламинат без запаса. Ты ламинат с запасом берешь. 5, а то и 10%. И плентуса ты не до миллиметра покупаешь, а на один, но лишний ты купишь всегда. И саморезы ты покупаешь. Не по штучне ты посчитал для кровли, а ты купил на коробку, но лишнюю. И все это входит в большие деньги. Поэтому лучше всего смотреть практиков, которые вот купил, сказал, работа столько-то стоит. По поводу стройки можете смотреть. Это все у меня там сметы поэтапно озвучиваю. Ну вот, пока они живут вдвоем в однокомнатной квартире, сколько это? Метров 35, наверное, да? А потом, может быть, втроем или вчетвером будут жить, в зависимости от того, как повезет или не повезет им. И это всю жизнь. Давайте назвать вещи своими именами, потому что ипотека не берется на 3 года. Это ипотека, как правило, в большинстве случаев это 10 лет только платить. За проценты только. 10 лет ходить на работу, чтобы просто платить процент. 5 миллионов взял, 15, как говорится, отдал. Но самая распространенная отмазка, я тоже с ним поговорил. У многих это. Я взял временно. Ну как ты временно взял, если тебе, допустим, 30 лет или 35 лет? Ну что, до 60 лет ты временно. Но мужчины до скольки живут? 55 лет средняя продолжительность жизни мужчины, да? Вот в 30 лет он взял, ну в 50 расплатил. В 5 лет можно пожить, как говорится, да? Временно. Я же на своем канале предлагаю не только теорию, но и практику, как выпутываться из данных таких ситуаций. Потому что прожить в однокомнатной квартире вдвоем, втроем, в четвером, я не знаю, что там должны быть за люди, но как можно ужиться в однокомнатной 35 метров квартире? Да еще и 20 лет подряд. Это практически какие бы идеальные люди ни были, но это невозможно без стычек всяких. И когда ему я сказал, или когда я таким людям говорю, а что тебе мешало вместо 5 миллионов взять и построить дом? Можно купить б.у. сруб. Даже двухэтажный можно купить б.у. сруб. На авито, в хорошем, в идеальном практически состоянии. Вот тебе привезут, разберут, привезут. Выгрузят и соберут тебе его. Внутри ничего не надо, ни шпаклевать, ни штукатурить. Поставь в ванную унитазов и коммуникации сделай. Все. Ну ладно, что-то как-то его покрасить надо где-то. Где-то его покрась, кровлю там сделай. И это выйдет гораздо дешевле, и даже можно будет либо нанять за эти же самые деньги, либо в идеале не ходить даже на работу, а самому строить. А потому что, а что толку ходить на работу и платить, платить, платить. Но вы скажете, ну он взял квартиру, у него есть квартира. Да нет, у него квартира, она будет только лет через 20 или через 30, если еще и будет со здоровьем. Все нормально. Тогда будет. И даже если будет, ну это 35 метров одна комната. Ну хорошо, ну 40 метров, да? 40 метров вдвоем жить или втроем. Что там, комнату пополам подели, по 10 метров каждому. Ну плетушка, если появится еще кто-то у него. Дети, потомство появится. Или даже вдвоем с женой. Хочу людям помочь, хотя это бесполезное дело. Лучше всего заботиться все-таки о своем личном, о своем собственном комфорте. И не слушайте, пожалуйста, бездельников, которые тут внизу будут писать. Дом 100 метров много, делай меньше. Земли 10 соток много, надо 3 сотки или 2 сотки. Как правило, это пишут бездельники, которые бездельничают. На самом деле быть бездельником – это профессия. Это нужно уметь это делать. Чем отличается бездельник от того, кто говорит, что не надо ничего делать? Навыком отличается. Потому что бездельник он хапает, хапает, хапает. Все под себя, все для себя. Для себя. Но не на других, когда он бежит и что-то там пытается умничать. Бездельник настоящий, он хапает, делает как можно больше для себя и как можно меньше для других он делает. Это и называется безделье. Когда же, наоборот, это называется вынужденное. Вынужденное, я не знаю, как это назвать, но когда человек и плачет, и то, и все, и все плохо, и все плохо, и кредит набрал на 5 миллионов рублей, и все плохо. Ну а о чем ты, дружище, это думал, честно говоря? Самый дешевый вариант – это сруб делать на твою жизнь. Ну, наверное, хватит. Если что, там выйдешь что-то. И там бездельничать на своем участке, что значит. А так ходить 5 взял, 15 отдал. И ради чего? Ради 35 метров это что ли все? И что? А плюсы какие? Ну там еще даже деньги на машины останутся в город ездить. Если участок где-то купить, рублей за 300 можно участок купить. За 400, за 500, в зависимости от региона. И, по крайней мере, даже одну комнату сделать уже можно жить, а остальные пока оставить. На этом свете мы тоже временно. Это я понимаю, если в таком плане рассуждать, то мы тут временно. Но перед тем, пока время-то не прошло, нужно обеспечить свое существование комфортом, если ты один. Если ты с кем-то, мы сейчас не разбираем правильно идти в ЗАГС или нет, эту тему я касаться не хочу. Если ты с кем-то, тем более, как где? В кухне 8 метров. Представь, что один на кухне будет жить, второй в комнате же будет жить, кто-то в коридоре что ли будет. И так всю жизнь, ну тебе сейчас 30 лет, и что до 50 лет. Но с теми же самыми деньгами, даже в два раза дешевле, если ты сам что-то хочешь, бездельничать умеешь сам. Ты можешь с теми же самыми деньгами сам брать и строить. Там под струб даже фундамент не нужно, 4 кирпича положить. Я условно говорю, можно. Все сами, нет, надо ходить, платить за проценты 10 лет. Ну не знаю, может тогда вообще не надо на работу ходить в таком случае. Вообще, а что толку? Что толку? Ну сидел бы на жопе, тоже бы ничего не было бы. Что так ходишь лет через 20, может быть что-то будет. Ну я в этой разнице не вижу. Абсолютно никакой. Что мешает? Ну так сиди, лежи на диване. Но только это уже не бездель, это уже депрессия будет называться. Когда ты просто лежишь на диване. А когда ты бездельничаешь для себя, это уже совершенно другой базар. Но это опять же нужно уметь так, бездельничать, чтобы делать что-то для себя. Мотайте себе на ус, если он у вас есть, если вы не побрились. И старайтесь все-таки, чтобы у вас было окружение. Хорошее окружение у вас было. Хорошие люди, чтобы были в вашем окружении. Которые вас наверх будут тянуть. Не которые будут затягивать туда. Временно они будут. Я временно тебя туда затянул вниз сейчас. А старайтесь, чтобы вас временно вверх тянули. Всегда вверх, вверх туда. И временно, чтобы было. Дорогие друзья, 23 февраля уже на носу. И конечно же, я как мужчина, это мой праздник 23 февраля. У вас там вы отслужили. Кто? День танкиста, день ВДВ. Ваши праздники, ничего против не имею. А мой, я не служил. 23 февраля. Для меня я не служил. Поэтому я от своих подписчиков 23 февраля, конечно же, буду ждать. Автомобиль хороший буду ждать. Вот праздник. Ну а что, я должен что-то скрывать? Давай я тебя лицемерить буду. Я лицемерить не люблю. Я говорю так, как есть. 23 февраля. Вопросы есть? Не служил. А мой праздник? Мой. Я не служил? Не служил. 23 февраля чей праздник? Мой. Вопросы есть? Вопросов нет. Сегодня в 20.00 по Москве. Приходите на стрим сегодня.